Одно маленькое замечание Вот на одном из первых слайдов вы показали, что виды и гибриды имеют Ну там самые первые, самые-самые-самые где-то первые Что у них практически не отличается миоз И у них синапс полный у гибридов Вы потом это сами своей работой опровергли У гибридов асинапс хромосом И в миозе, и в тех методических системах, соматических тканей Везде это совершенно определенное характерное явление Вот то, что называют дезинтеграция структурно-функциональная генома гибридов И у растений, и у животных Это и есть в основе как раз асинапс хромосом Вот он, видите, у вас процесс миоза и синапса хромосом Сходен у видов и гибридов Нет, он не сходен у гибридов А я сейчас объясню, а может быть в торопях эти данные можно было разворачивать Там его нет, там асинапс Нет, не везде, каждый пункт можно было разворачивать на отдельные слайды И допустим, вот первый как раз касается При стречивании мус мускулес и мус доместикус Вот там только увеличение спонтанных нарушений у гибридов При гибридизации, хотя они считаются видами Вы вот показали, где с Бородиным работа Там как раз у вас два вида и гибрид И там четко показана асинапс Это 46 хромосомная, 54 хромосомная полевка И там очень интересно, это уникальные клетки Там почти все клетки блокируются в похитении И проходят стадию похитена буквально единичные клеточки И вот он поймал этот синапсис на электронке в единичных клетках И для растений, и для животных Общее явление асинапсис хромосом У гибридов межведовых Как обычно, далеко не все понял Во-первых, корректно ли назван доклад Про происхождение дискретности Вы же говорили О становлении дискретности Нет, о становлении вы ничего не говорили Вы говорили о поддержании дискретности То есть выпадение гибридных форм Их нежизнеспособности И так далее О происхождении дискретности Я считаю это косвенным свидетельством Я, конечно, не могу увидеть становление вида И никто В виде гипотезы хотя бы Нежизнеспособность гибридов мы знаем Конечно, всякие там белые тигры, зеленые тигры Но я считаю, что становление дискретности В ходе эволюции происходило Вот по такому же принципу Сначала длительный период Накопление каких-то различий Накопление генетических И всех прочих изменений Потом при достижении критического уровня Переход на другой уровень И вот этот момент этого перехода Диалектический скачок Это очень, ну, по времени Намного более короткий период Чем предыдущие То есть революция Именно после этого момента Эволюция становится необратима Значит, они уже не скрещиваются Елена Сергеевна, я хотел бы вас поддержать В том, что вы обратились Именно к этой голосовской позиции Диалектическому материализму Но дело в том, что Вот немножечко Вы, видимо, волновались И не совсем донесли до аудитории Некоторые вещи Ну, вот если говорить о законах диалектики Да? О диалектическом материализме То там как минимум три можно выделить Это переход количества в качество Значит, отрицание-отрицание Да? И единственная борьба предположенностей Ну, еще и развитие по спирали Это спиралевидный характер развития всего Так вот, я ожидал от вашего доклада Что вы продемонстрируете Переход количества в качество, например То есть, как количественные изменения Приводят к качественным То есть, к появлению новых видов И вот эта философская основа Она бы вам, наверное, позволила Направить свои исследования В то русло, в какое вы хотели Названием доклада показать Ну, вот уж пользуясь, так сказать, случаем Мы тут немножко критиковали И атаковали Бориса Александровича У него тоже, наверное, такой же аспект Что ясно, что там во фракталах есть Наверное, рациональные зерна Но они не проявились вот в докладе Просто-напросто В такой форме И вот здесь у вас то же самое, мне кажется То есть, получается так, что люди Которые к философии вообще равнодушны, мягко говоря Или бы относятся отрицательно Особенно наше время Они будут использовать ваше выступление Как новый аргумент В пользу того, что никакой философии нам не нужно В том числе и этой самой дилектической материализме Понимаете, какое дело? Вот мне хотелось бы узнать Вот переход количества в качество По крайней мере, вот этот закон Вы как-то можете проиллюстрировать На примере вот этих хромосомных явлений? Вот этот пример я иллюстрировала Рассказывая о гибридах О том, как у них выступают стерильность Вот если бы мы вот эти картинки видели У Хомяка, Фадопус-Санкоррис, Фадопус-Кэмбери Вот у него мы ловим Как раз вот этот момент перехода количественных изменений Вот везде, где у гибридных фертильных самок Гибридов в потомстве разделения Гибридные самки стерильно остаются А самцы уже стерильные Это мы видим как раз момент перехода Вот этот диалектический момент Что здесь происходит переход количества в качество Понимаете? То есть вот мы видим Как вот эта вот, казалось бы, мелочь Кусок асинопсиса иксегрих хромосом Он блокирует весь процесс И весь процесс идет по типу цепной реакции Вы же простите, но я думаю на будущее Чтобы не дискредитировать в каком-то плане философию Диалектического терроризма Вам нужно вот акцентировать внимание на таких примерах Дальше, если мы посмотрим То, что говорит Шмальгаузин Я не буду возвращаться к этим цитатам Он как раз подчеркивал Что там, те, кто критикуют Дарвина Они не понимают до конца Что в его внутривидовой борьбе Есть диалектический момент Борьба противоположности и отрицание-отрицание И те, кто строит новые теории Они вот этого недопонимают Дело в том, что мы знаем в какой-то время Шмальгаузин И он, конечно, понятно, что Он, может быть, и был привержен действительно истинному материализму Но, с другой стороны, обстановка, конъюнктура Она диктовала то, что... Вот не надо его обвинять в конъюнктуре Потому что... Хорошо, хорошо Извините, пожалуйста Я сейчас слушаю за круглым столом Потому что я хочу приветствовать доклад Приветствовать критику Единственное, вот я думаю, такое бурное Потому что здесь, собственно, сидит школа Которая на этой вот диалектическом материализме Все воспитаны Если бы здесь была молодежь Цены бы не было вообще Что вы обращались и так далее Но у меня к сути Я думаю, вы полезное сейчас и услышали Часто примеры подбираются из разных царств И в данном случае у вас Хотя царство одно, как говорится Но вы совсем экологию отринимаете У вас объект от природы От его поведенческих каких-то особенностей обитания Я думаю, что вот эти вот 33 Большой ареал у какого-то там вашего объекта Он бы хорошо объяснялся поведенческими Какими-то особенностями Приуроченностями какой-то стации Потому что вот вы ссылаетесь на Борисова Юрия Михайловича там у вас где-то есть А он нам вчера как раз продемонстрировал Влияние радиации Вот сомнения большие у меня Вот про все эти числа Я думаю, с Владимиром Николаевичем Поэтому такое вот Что это редко А вот в каких-то условиях Это не редко Это наоборот часто Но что это за условия И ты не понимаешь, собственно говоря Почему у этого столько хромосом А у этого столько-то хромосом Мы разберемся, кроме вот того вектора Который нам еще классики задали И философы, собственно говоря, определили Корректно ли нас в доклад Про происхождение дискретности Вы же говорили О становлении дискретности Нет, о становлении вы ничего не говорили Вы говорили о поддержании дискретности То есть выпадение гибридных форм Их нежизнеспособности И так далее О происхождении дискретности Я считаю это косвенным свидетельством Я, конечно, не могу увидеть становление вида И никто Виде гипотезы хотя бы Нежизнеспособности гибридов Мы знаем, конечно Всякие там белые тигры Зеленые тигры Но я считаю, что становление дискретности В ходе эволюции Происходило По такому же принципу Сначала длительный период Накопление каких-то различий Накопление генетических И всех прочих изменений Потом при достижении критического уровня Переход на другой уровень И вот этот момент этого перехода Диалектический скачок Это очень По времени намного более короткий период Чем предыдущий То есть революция Именно после этого момента Эволюция становится необратима Я тоже не совсем понял Причем здесь вообще Диалектический материализм Можно было вполне без него Боить То, что Ведь в чем сила Что вообще-то С позиции дилектического материализма Можно объяснить все, что угодно То, что количество переходит в качество Знает любой мужик Кто хоть раз в жизни не набивался Дело в том, что Понимаете Вот в этом-то Вот нас учили в свое время И очень трудно было иначе Скажем там Защищаться Чтобы все это Не уложить Не вогнать Вот в эти все Три основные Но это можно было сделать Да он легко При определенном навыке Да что хотите Можно объяснить Пожалуйста Переход количества в качество Хотите градуализм объяснить Запросто Идут, 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 идут Вот, вот, вот А потом дошли И перешли в качество Хотите с акционизмом Ради бога Что-то там накапливается Накапливается Мы не знаем Что оно накапливается А потом накопилось Хлоп перескочил на другой уровень Ну в общем не знаю Знаете Мне кажется Что гораздо лучше было бы Если бы такой доклад сделали Не упоминая все это самое А вот так вот вам Раз вы вот так Интересуетесь там Классиками, цитатами Хочу сказать Не знаю, что вы их курсы Что где-то В 2007 году Два Ричарда Левонтина и Левинс Обугодовали такую книжку Которая называется Диалектик Байоличества И посвящена она Фридрих Лендельсу Не более не менее Который, как они пишут Во многом был неправ Но был прав тогда Когда того стоило И вот она читается Очень интересно Ну Левонтина вообще голова Левинс, так сказать Я больше модельера знаю А Написано Некоторые головы Просто замечательные Ну вот тогда Когда они начинают Анализировать Причем их конъюнктуру Не обдевинишь Их никто в Соединенных Штатах Не заставлял Это наоборот Такой, так сказать Анти-мейнстрим Ну когда они начинают Пытаться с позиции Именно диалектического материализма Что-то трактовать Нам, воспитанным И сдававшим Много лет Все эти Идиоматы Исмар Ну просто смешно Не было у них Таких учителей Как у нас Возможно вы его сдали Но не поняли Шмальгаудин Вот его обвинили В конъюнктуре А он защищал Диалектический материализм Будучи уже Заведуя лабораторией Когда его выгнали С поста директора Когда На него были гонения Настоящие И тогда он защищал Диалектический материализм От вульгарных материалистов Которые его тоже не поняли Но применяли во всех статьях А сейчас он снова в загоне И снова по идеологическим соображениям Только по другим Потому что сейчас Вот то о чем говорил Татарин в 88 году Про запад Сейчас у нас все то же самое Стали модные западные философы Причем те же самые Те же самые Которые изучают На богословских факультетах Наших духовных семинарий Академии Можете поинтересоваться И играя с креационистами На одном поле В одни ворота Нельзя у них выиграть Вот стерильные самцы Вот А почему именно самцы Получаются стерильные? Это очень важный Интересный момент Почему именно самцы? Вот конкретно Я буду говорить Сфодопус сангорус Сфодопус кэмболи Хомячки Джунгарские хомячки Они скрещиваются У них получаются Гибриды У гибридов В одном из Сочетании с крещами Ярко выражен гетерозис У этих крупных зверьков Очень маленькие семенники То есть если Ну там 8-12 см в норме У исходных видов У них Ну где-то 5-6 Это максимум И там Соответственно Очень мало Содержимого Семенных канальцев Дальше я смотрю Под световым микроскопом У них Очень Ну единичный Буквально Один там В поле зрения Сперматозоид Дальше я смотрю При увеличении Под иммерсии На 20-ки На 100-ки И что я вижу Я вижу Что у них Совсем другое Соотношение Клеток И тут еще Непонятно Вот еще Под световым микроскопом Непонятно Почему самцы Стерильно А самки еще остаются Фертильные А вот если мы поставим Под электронный микроскоп Мы увидим Что Вот В тех Почему у них Именно это видно Потому что у них Все-таки созревают Клетки до стадии Похитены Есть гибриды У которых они не созревают Они блокируются Раньше На ранних стадиях Вот А здесь мы видим Как Вот мы видим Эту картинку Мы видим Как хромосомы Вместо того Чтобы сформировать Нормальные Стеноптонемные комплексы Они запутываются В клубок Первым делом Притягиваясь К вот этим К синоптированным Осям Икс и Y Ну бивалент У них должен быть В норме бивалент Понимаете То есть вот эти А синоптические Районы Которые в норме Должны Изолироваться Уходить в половой Пузырек Они притягиваются С аутосомами А у самок У них Этого Гетероморфного Бивалента Нет У них нормальный Синопсис 2х Хромосом Понимаете Который не создает Дополнительное препятствие И поэтому У самок МИОС еще Проходит Вот в чем дело И у них Тоже понижена Плодовитость У них тоже Созревает Меньше клеток У них тоже Нарушение Но все-таки У них достаточно Вот еще у ацитов Чтобы они Ну у них Были подальше Извините Я просто Добавлю просто Все верно Но Есть Правила Джона Холдина Гетерогометный Пол Гибрида Всегда стерильный Вот у бабочек Там наоборот Понимаете Да там не самцы Там самки Гетерогометный И у них Тоже проявляется Именно Гетерогометность Определяет Стерильность Не сам Пачек Я объяснила причину Потому что Вот в нее Я не забыл Извините Если можно Еще раз Подождите Это очень важный вопрос Мне хочется понять Вот У вас Гетерогометный Пол То есть Самцы Вот Тоже стериль Вот Получается Самцы Самцы Да Вот Вот Секундочку Вот Вы говорите Возникает Барьер Что именно Икрахромосома Что это Для того Чтобы клетка Прошла стадию Похитены Это очень Ответственная стадия Вообще Стадия Профаза Она в нее Самая длительная Клеток На этой стадии Выключена От лептотены Кончая диакинезом Их больше всего Это знаете Наверное Вот И чтобы клетка Нормально Прошла эту стадию Все хромосомы Должны Просиноптировать В этот момент Там осуществляется Вот Перекрюст Кроссенговер И после этого Они должны Разойти Но Игрек-то ведь Не участвует В космении Сейчас Сейчас Если она Этого не сделала Значит клетка Уходит в апоптос Сперматозоид Уже Не созревает Из этих клеток А вот Икс-игрек Он Мешает Понимаете Вот Чем мешает Я и добиваюсь А потому что МИЮ Идет на пределе Возможного Там столько Различий Что хромосомы пытаются Просиноптировать Понимаете Но им это трудно сделать Очень трудно Потому что Разные виды У них очень много различий Причем которых мы не ловим При анализе хромосом Там тоже с самцами Как раз Бывает Непорядок Именно с самцами Это гидрогамид Общая модель Которая это объясняет Вот накопление Генетической несовместимости Потому что Выникают Ну В условиях аллопатрии В двух популяциях Накапливаются Случайным образом Неизбежно Взаимно Несовместимые аллели Потому что Они не проверяются Отбором На совместимость С аллелями Другой популяции Когда происходит Потом гибридизация Возникают конфликты Между генами Это эпистаз Разные аллели Разных генов Конфликтуют Они могут конфликтовать Тысячи разных способов Чаще всего Это неизвестно Есть только отдельные примеры Расшифрованные Но начинаются конфликты Между аллелями И многие эти несовместимости Они рецессивны Если есть две Х-хромосомы Одного вида И другого вида То эти конфликты Гасятся А если у самца Только одна Х-хромосома Все несовместимости Которые есть В генах Х-хромосомы Они выходят в фенотип И самец либо умирает Либо бесплодный Либо так далее Общее объяснение Скажите Вот чисто С вашей точки зрения Диалектического Материализма Или еще Там как А Что было бы Если бы Не было Значит Между таксонами Разрывов Что бы произошло Вот мысленное Такое вот Эксперимное Они есть Как это Если бы не было Они уже Сложились Да Разрывы Да Есть Дискретность Есть А я вам скажу Если бы не было Дискретности Что Почему природа Не пошла По пути Средности Почему она Организовала Дискретность Эксперимное Таксонами А у нас бы тогда Не было бы Никакой защиты От бактерий Например Сейчас вот Бактерии Вирусы Можно представить Как большой бульон Там же совсем Другие процессы Чем выше По иерархии По эволюционной лестнице Тем строже Идут все процессы Да Нет Вы отвечаете Что вот Так оно есть Да Я согласен Но Почему так оно есть Чем было бы плохо Волку И собаке Ну там Не знаю Другого виду Если бы еще Было много Промежуточных форм Вообще Вот непрерывные Слитные Вот такое Что бы было Что бы было Из-за этого Ну я знаю Чего бы не было Человека бы не было А что бы было Я не могу даже представить Мне фантастик Волосатые Еще и еще Меньше Вот все бы ходили И некоторые Волосатые Волосатые Вот эти явления В разных частях земли Независимо от экологии Фиксируется Уменьшение Скорости Подвижности Сперматозоидов Это касается Человека Которого Изучают Очень тщательно Во всем мире Эти работы Как-то вот Ретроспективу Какую-то Имеют Вот я имею ввиду В локальных местах Вот каких-то Вот ареалов Я думаю Что я вас поняла Это совершенно другой Аспект работы Вы упомянули Борисова И упомянули О том Что Ну считается Что сперматогенез Да активность Снижается на 20% По моему цифры Вообще Созревание У человека Сперматозоидов И это связывается С загрязнением Окружающей среды Правильно я поняла Еще непонятно С чем это связывается Ну связывают Что вроде С тем что Ну вот как раз Об этом рассказывал Яблоков Он говорил о том Что сейчас Очень много Агентов Которых раньше Не было для нас Во внешней среде Полютанты Стойкие Органические загрязнители Радиоактивные вещества Вот Как они влияют Но этого Никто не знает Это знают Проводят опыт И в каких-то Лабораторных условиях Вот берут Там конкретно Мышей И берут Конкретно Какой-то препарат Вводят Смотрят Что получилось Как влияет Как работает В природе Этого Ну никто не знает Как это Ну ищут Какие-то подходы Смотрят Динамику Популяции Что-то еще Но никто не знает Вот связан с выбросами Гептила А может быть и нет Этого тоже Никто не знает Это вот такое Просто предположение И может быть Ну их адаптивная роль Он тоже предполагает Может быть Это так и есть Вот интересно посмотреть Допустим Район ЦБК На Байкале Вот Вот если выделят деньги Может быть Тогда поедем Будем смотреть Субтитры сделал DimaTorzok